Аллея шведских рябин, но как-то она узковата, хотя, может быть, на участке будет и ничего смотреться, когда они подрастут, когда сомкнутся кроны, а может быть, наоборот, вообще будет не пройти. Березовая аллея шириной примерно 2 метра, смотрится достаточно органично, если делать себе такую частную аллею. Это аллея тополей, специально замерил 2,5 метра, но топливо, конечно, специфическое дерево, но тут от тополя такие белые. Уже осень, видите, часть листва опала, поэтому можно стволы посмотреть. Ну, так очень логично смотрится, даже и для частного озеленения, ходить по такой ширине аллеи. Я просто обожаю гулять по осенним кленовым аллеям. Вот, посмотрите, уже лист пожелтел, вот параллельная аллея, там больше листьев, но все это очень красиво, когда особенно густой такой лист. Вот, ширина, смотрите, аллеи 3,5 метра, ну, для частной аллеи это, скорее всего, многовато, но смотрится гармонично. То есть, такая, такая достаточно широкая аллея, на которой, например, очень комфортно вдвоем гулять. Но, повторяю, есть ли у вас большой земельный участок, который позволит такое сделать, или просто наслаждайтесь общественными аллеями. Ну, а это самая необычная аллея, ширина примерно 2,5 метра, это уже осень, поэтому вот видны стволы так хорошо, зимой особенно эффектно смотрится. Хотя, конечно, это на любителя посадить такую аллею, тем не менее, очень и очень оригинально. Продолжение следует...